Всем привет! Вы находитесь на канале BlackBearFilm Inc. и я, Черный Медведь, мы начинаем. Перед данным просмотром, желаю вам приятного просмотра. Запуститесь попкорном, подпишитесь на канал, напишите комментарии, заранее благодарность. Крик 7, Англскрим 7, официальное название станет известно позже. Предстоящий американский слэшер, седьмая часть франшизы Крик. Кевин Уильямсон заменил Кристофера Лэндона, известного по картине «Счастливого дня смерти», на посту режиссера после скандала с увольнением Мелиссы Барреры и уходом Дженны Артеги. Джеймс Вандербилд и Гай Бусик написали сценарий картины. Мэтт Беттенелли Олпин и Тайлер Джилетт, творческий дуэт проекта Radio Silence, вернулись в качестве исполнительных продюсеров вместе с Чодом Вилеллой. Успешный перезапуск франшизы Криком, 2022, и его сиквелом Крик 6, 168,5 миллиона долларов, при бюджет 35 миллионов долларов, привели к решению продолжить серию. По сообщению Вюрнан в феврале 2023 года, студия Permound Pictures уже начала переговоры о работе над седьмой частью франшизы, которая может стать прямым продолжением шестой серии. В марте того же года режиссеры Мэтт Беттенелли Олпин и Тайлер Джилетт выразили надежду, что смогут поработать над седьмым фильмом и насладятся новой частью, даже если сами не будут задействованы в работе над ней. 2 августа 2023 года портал The Hollywood Reporter сообщил, что режиссер Кристофер Лэндон возглавит постановку седьмой части франшизы, заменив дуэт Мэтта Беттенелли Олпина и Тайлера Джилетта, Лэндон снял фильмы ужасов «Счастливого дня смерти» 2019 и «Дичь» 2020, а также работал сценаристом в серии «Паранормальное явление». 24 декабря, спустя месяц после ухода из проекта Барреры и Артиги, стало известно, что Лэндон покинул съемочную команду фильма. Режиссер написал на своей странице в Икс, «Полагаю, сейчас самое лучшее время сообщить, что я покинул Крик-7 несколько недель назад». Некоторых это разочарует, кого-то обрадует. Это была работа мечты, превратившаяся в кошмар. И мое сердце разбивается от переживаний за остальную команду. За всех. Но пришло время двигаться дальше. На этом все. В феврале 2024 года в сети появилась информация, что студия рассматривает кандидатуры трех режиссеров, Джейми Блэнкса, Роберто Родригеса и Джона Хаймса. 12 марта стало известно, что сценарист и продюсер франшизы Кевин Уильямсон возглавит постановку новой части. Сценарист написал на своей странице в Инстаграм, «Прошло около 30 лет с моего первого сценария к Крику, который срежиссировал легендарный Уэс Крэйвен. Я никогда не мог себе представить, чем все закончится. Или что я стану режиссером седьмой части франшизы. Меня переполняют благодарность и восторг. Я не могу дождаться начала этого путешествия с Нив и всей Криковской семьей. Вместе вернем Сидни Прескотт в седьмой главе. Спасибо всем поклонникам. Вы постоянный подарок для нас. Сценарий Джейс Вандербилд и Гай Бусик придумали сюжет новой истории, а сценарий написал Бусик, к марту 2024 работа над текстом уже была закончена. Подробности раннего сюжета, который строился бы вокруг сестер Карпентер, неизвестны, однако в одном из интервью актер Скит Ульих рассказал, что их история должна была стать трилогией с участием его персонажа Билли Лумиса, а инстинкт убийцы Сэм должен был сыграть важную роль в сюжете, именно на это я и надеялся, такую концепцию мне представили несколько лет назад. История на три фильма, вот как все задумывалось. Я не видел сценария седьмой части, и, вероятно, все изменилось. Также многие поклонники и обозреватели новостных порталов ожидали появления в новой части матери Сэм и Тары. Другой фанатской теорией было долгожданное возвращение во франшизу Стюмейхера в исполнении Мэтью Лилларда, его полноценное участие ожидалось поклонниками еще в шестом фильме, но актер появился лишь в эпизодических ролях в «Крик 2» и «Крик 2022», а авторы «Крик 6» подразнили зрителей диалогом Кирби и Минди о том, что Стю выжил. В конце «Май инсайдер» Дэвид Рихтман сообщил, что седьмая часть станет началом новой трилогии, а между событиями шестого и нового фильма будет значительный временный скачок. Ранее в апреле СМИ писали, что сюжет фильма вновь будет концентрирован на Сидне, а также Марке и их двух детях. Кастинг Увольнение Барреры и уход Артеги 21 ноября 2023 года журнал «Врайрте» опубликовал статью расследования, из которой стало известно, что Мелиссу Барреру уволили из проекта, из-за ее публикации в Инстаграм, в которых актриса высказывала поддержку палестинской стороне в военном конфликте Израиля и Палестины на протяжении всего месяца с момента вторжения Хамас. Также стало известно, что рекламные агентства отказались от работы с актрисой. В тот же день кинокомпания Спиглесс выпустила заявление, «Мы нетерпимо относимся к антисемитизму или разжиганию ненависти в любой форме, включая ложные упоминания геноцида, этнических чисток, искажение истории Холокоста или чего-либо, что переходит черту и ведет к разжиганию ненависти». «Angl we have zero tolerance for antisemitism or the incitement of hate in any form, including false references to genocid, ethnic cleansing, holocaust distortion or anything that flagrantly crosses the line». Инто-хейт-спич Представители компании особо отметили, что увольнение связано не с поддержкой Палестины, а с разжиганием ненависти, в том числе и к евреям. Волна негатива из-за решения студии также обрушилась и на Кристофера Ландона, режиссер опубликовал на своей странице в социальной сети ExPost, «Вот мое заявление, это отстой!» «Хватит кричать! Я не принимал этого решения, англзес из муай-ститмент, эвритинг-сокс! Стоп еллинг! Зэс вас нот эмуай-десижерн ту мейк!» Позднее публикация была удалена. В Райерте также сообщили, что решение об увольнении актрисы было принято уже после того, как представители Дженны Артега сообщили компании, что она не сможет сниматься в новой части. 22 ноября 2023 года, на следующий день, после новости об увольнении Мелиссы Барреры, стало известно, что Дженна Артега также покинула проект. Представители актрисы сообщили об этом студии Спеглас еще до того, как началась забастовка актеров. По информации СМИ такое решение связано с напряженным.